Добрый день, вы на канале еще сначала И сегодня мы с вами вместе приготовим такую, опять-таки, белорусскую такую яду, которая называется бульбянки Для этого нам понадобится бульба Я подчислила ровно килограмм этой бульбы Но я еще вам повинна сказать, что в Беларуси, в разных областях, скажем так, готовят эти бульбянки по-разному Моя мама готовила, у нее были иначе бульбянки А это готовила такие бульбянки Моя Сякровка на Витебшине И там у них на мясовости минавито такие бульбянки готовались Ну для этого все просто Почистили килограмм бульбы, отварили до готовности и протрон просита Я вам покажу, а сейчас вот в кастрюлю положу бульбу эту и нехайно варится А дальше будем еще делать Ну вот, готова наша бульба, отварилась Але бульбу мы будем не толчы, как звычайно А мы ее ператрум через сито Потому что они получаются такие мягкие и добрые наши бульбянки Это не складано зарабить Вот так, скоренько горячу я ее ператрум, ператрум И дадим ей остыть Ну я думаю, что не надо мне показывать, как я буду всю бульбу перетирать Я ее буду перетирать Вот я протерла через сито всю свою бульбу И дам ей теперь, конечно, отдохнуть Потому что, как вы видите, она мягкая будет у нас такая пышная Хорошая И для этого нам понадобится еще 250 грамм просеянной муки и одно яйцо А сейчас я буду жарить лук и потом буду жарить там грудинку Ну у меня в этот раз грудинка такая себе, мяско некое там Мясо можно использовать, самое любое Это может быть куриная грудка, это может быть копченая колбаска Это может быть копченый бочок этот, бочек як это Ну копченая грудинка, так, правильно Вот у меня был кусочек такого мяска Хилеечки я порезала И одну луковицу Сейчас я это еще пожару А это у нихай у нас все стынет Растыла наша бульба И она вон такая мягкая, як облако Сюда мы добавим одно яйцо И все Высыпаю муку троху сюда Троху на стол И все, измешаю Вот вся хитрость Там у меня не кипит Не кипит, а я поставила воду Как у меня была, кипела вода в кастрюле А зараз мы будем их смешивать с бульбой, с мукой И кидать в подсоленную кипящую воду И зробим бульбанки По рецепту моей свякровки Царства небесного Уже никого нема Ни мамы, ни свякровки, никого Вот так вот Ну вот, я смешала с мукой И сейчас закатала такие колбаски И сейчас мы будем резать и кидать Скоренько у кипящую водичку Минутки две больше не надо Но вода должна быть такая Чтобы она кипела у крутых кипяток И кидать минутки две И все, и будем вынимать И так мы поступим со всеми Ну вот, у меня сварилась уже первая партия И они вот такие красивые И они такие мягкие, пушистые И сейчас мы добавим вот это наше мясо Но их можно есть с чем хочешь Их можно есть просто со сметаной Их можно есть с салатиком А еще я подглядела одну сюда добавку И сейчас у меня сварится моя вторая партия Это очень вкусная Это очень такая И можно на завтрак Можно на ужин Это очень быстро И вот с этого килограмма Это хватает Этого Этих бульбянок Наушу такую великую щамью Ммм, вкусно Ммм Не жалейте цубули Ммм Ммм Вкусно Правда вкусно И сейчас еще приготовлю вторую посыпку Сын есть либо со сметаной Либо с кислым молоком Либо с этими скварками А я подглядела в интернете И мне очень понравилось Я ем вот так На сухую сковороду Насыпаем сухарей Обычных Ну сухарей таких Как вы добавляете у котлеты Панировочных Обжариваем на сухой сковороде До такого цвета Только не спалить надо И потом добавить сюда шливочное масло Растопить это масло И вот добавить на это дело И моя внучка еще любит сюда посыпать трехку сахаром И мне тоже это нравится Но это вот уже Я подлезла в интернете А так это очень вкусная Очень быстрая Очень дешевая еда Так что готовьте Пробуйте Радости вам здоровья И до встречи